Доброе время суток Итак, мы сегодня собрались по случаю Начнем мы с небольших итогов уже начавшегося мотосезона Потом перейдем к мероприятию, которое у вас пройдет буквально послезавтра И в связи с этим напоминаю, ребята, что заходите все на страничку сообщества На страничку мотоклуба «Дым, труба, огонь, вода» Также в наших соцсетях будет замечательное весеннее чаепитие Но мы к нему перейдем чуть позднее А пока несколько слов о том, как начался мотосезон Во-первых, все ли хорошо? Не упал ли, не дай бог, кто-нибудь у вас? Нет, слава богу, тут все нормально Завелись, выехали, ездим Поэтому в этом отношении хорошо Тут успели подальше прокатиться немножечко, выехав за пределы Ленинградской области На открытии мотосезона мы виделись Да, на открытии мотосезона мы заезжали, поздоровались с людьми, с друзьями нашими Но в колонии мы не поехали, потому что традиционно Мы так и не успели договорить А почему, если это не секрет? Нет, почему не секрет? Когда вообще мы там организовывались, когда мы объединялись Если вот старожилы помнят, кто-то нас видел в 13-14 годах Мы всегда привозили с собой самовар большой, огромный наш Мы ставили его там, топили, мы угощали всех байкеров чаем Бесплатно? Бесплатно, конечно, да За наш счет, скажем так Естественно, когда колонна собиралась ехать Нам надо было за собой мусор убрать Мы собирали самовар, дрова, все это дело складывали, крепили Пока это все разберешь, пока все и уедут Ну, как-то открытие одно, второе, третье Потом плюнули, ну, чего ездить там? Не, ну, в частном порядке люди, конечно, ездят у нас Ну, может быть, надо как-то пораньше приезжать или за день до этого? Я не знаю Тут... Вот это связано с массой обстоятельств, я так догадываюсь, да? Что там и на самой площади не все можно и так далее, и так далее Да нет, почему? Тут штрафбаджи кухню свою ставит, это самое нормальное Тоже угощает люди чаем Просто мы немножечко ленивые И какие-то обязанности взваливать на себя, ну, нам не хочется, честно говоря Еще поразительное признание от президента мотоклуба, что мы ленивые Ну, ленивые в каком отношении? Мы, понимаете, тут поехать там на жеребьевку, место выбирать, там, становиться А, в этом смысле? В смысле бюрократии вот этой, да? Нет, это не бюрократия, это жизнь, это организация какая-то Мы так приедем, сами остановимся, выйдем, поздороваемся со всеми, ну, там, кто захочет из нас, там, в колонне фрирайдеров проедет Мы вперед не стремимся, зачем? Виталий, ну, из года в год одна и та же тема Задам вопрос, если есть желание, можно ответить Опять не было ведущих мотоклубов на открытии от мотоклуба Ассоциации Многие кривятся в сторону организаторов А многие, наоборот, считают, что это вообще все ерунда Какая разница, кто организовал, лишь бы тусовка была А третьи вообще считают, что это самое правильное такое открытие А волки считают, что это вообще четвертая точка зрения Вот, например, Игорь Иванович Щербаков и компания, которые будут проводить Балтик ралли в этом году Они курорт ралли сделали, например, тоже как бы открытие, тоже начало сезона, ну, для своих друзей Вот эта разобщенность некая, которая, ну, все больше и больше проглядывается в мотосообществе Вот твои мнения Она не проглядывается, я так понимаю, что она вообще вылезла наружу Уже, вот, по крайней мере, даже не первый сезон Да, надо признать, что в Питере есть раскол Но как-то заставлять клубы, чтобы они были объединены, ну, я не вижу смысла Нету лидера сейчас такого вот в Санкт-Петербурге, который бы мог повести за собой все клубы А клуб это как личность, как человек Поэтому если клуб принял решение не ехать куда-то там, это его решение Если клуб принял решение провести свое мероприятие, если он видит в этом какие-то там для себя положительные, для себя положительную сторону, да, он проводит ее То есть мы не вправе лезть в чужие А в этом же речь, мы скорее, скорее с печалью об этом говорим Ну, естественно, да, я тут недавно разговаривал с одним уважаемым человеком, не буду называть, да, сказал, что запланировали мероприятие на 15 число Ну, естественно, короче, когда планировали, было два мероприятия, когда я выставлял Было мероприятие фаер-прохват, начало, по-моему, да, вот Алексей делает Вот, и я выставил свое, соответственно, потом повылазили еще на 15 число, там 3-4 мероприятия, целая куча То есть нету согласованности в проведении, в организации, в согласовании календаря Поэтому, ну, не знаю, каждый клуб борется за свою аудиторию Клуб проводит мероприятие, он не для того, чтобы оно было, да Клуб проводит мероприятие для того, чтобы люди увидели, что существует такой клуб Может быть, кому-то, кто-то заинтересуется, и он придет в этот клуб Если клубы не будут проводить мероприятия никаких, о них знать никто не будет И клуб просто-напросто потом превратится в дворовую команду, блин, и развалится Ну, все-таки это такая субкультура байкерская В общем, и тоже далеко не все клубы на борту проводят какой-то, да Это такое дело тоже интимное достаточно Это интимное дело, да Я знаю клубы, которые там за сезон там по 20 мембров приобретают Но это, по-моему, короче, не так К нам лично два года, блин, минимум стучаться надо То есть пока пройдя все вот эти вот стадии градации Но это не клуб такой вот, как сказать, что привередливый, да, это самое Но это прежде всего и человек, который приходит к нам, он должен понять, нужен ли ему, нужно ли ему это Нужна ли ему эта ответственность, эти обязанности, которые клуб предлагает ему взять на себя Если ему это нравится, если он готов жертвовать своим временем ради клуба, то велкам, ради бога Мы всегда за, если нет, никого тянуть не будем У нас есть маленький филиал такой образовался в городе Тула Там такие замечательные мотоциклисты, которые делают у нас несколько передач еженедельных, мото-новости там и так далее В частности, они берут интервью иногда И вот было недавно интервью, ну, относительно недавно Которое собрало, ну, огромное количество прослушиваний Есть такой человек, бухгалтер, это Черный Легион Такой большой, такой MC, MC, там, в их краях, в Туле И на один из вопросов, ну, что ли, о сущности, что ли, клубной жизни и так далее Может, я неправильно формулирую, но там было сказано так Что для клуба очень важен клабхаус, дом Что это чуть ли вообще не одно из самых главных таких, ну, что ли, обстоятельств Которые должны быть, вот, и все члены клуба Они вот как-то совместно строят вот некий такой вот свой мужской дом А у вас в этой связи тут Я соглашусь, короче Ну, как вот, может быть, клуб без своего дома Ну, можно встречаться где-нибудь в кафе Ну, бомжи, короче, какие-то там Нет, понятно, есть формации клубов, которые там, ну, не предусматривают Естественно, если ты стремишься все-таки соответствовать Такому гордому слову байкер, да Быть в теме, в этой вот, в субкультуре быть Естественно, клабхаус должен быть у каждого клуба, блин, да Ну, ты знаешь, у нас есть клабхаус недалеко от вас Недалеко, да Через этот самый, через дорогу Да, мы туда положили много сил, много средств У нас очень уютно, блин, приезжайте, кстати, как-нибудь То есть можно попасть к вам Можно, можно попасть Можно попасть, не, ну, естественно, там не кафе 24, да Не проходной двор, да Когда у нас какие-то мероприятия есть, мы приглашаем людей, люди приходят Всем очень нравится, очень уютно, хорошо Можно, кстати, сделать выездную программу какую-нибудь там, серию Проехать по плабхаусам, да, там взять интервью, поговорить, блин, а что у вас как там, да У нас свой водопровод даже есть, сделали Артезианский? Ну, артезианский Нынче аренда помещения, она дороговато, поэтому приходилось, пришлось выбирать там по остаточному принципу, да Чтобы там недорого А потом вкладывать туда дорого, блин, чтобы было все как задорого получалось Нет, ну, очень уютно у нас, там все стены деревом обшиты, блин, барная стойка стоит Очень приятно, очень уютно Все, кто приходит, все Ну, если недалеко, может быть, и что-нибудь придумаем Я позвоню, приедем, да Просто ради любопытства Да, я напомню, что у нас в гостях президент мотоклуба «Дым, труба, огонь, вода» Виталий Петренко, правильно я говорю? Да, да И мы сегодня собрались здесь не просто так, собрались по случаю Совсем скоро, послезавтра Послезавтра, да Да, пройдет событие У нас в гостях мотоклуб «Дым, труба, огонь, вода» Виталий Петренко, президент здесь, напротив меня Чему мы очень рады, как всегда Вот сколько мы не виделись? Год, наверное, да, получается? Да И говорили мы год назад примерно Два! Два года назад, короче Да, два года назад я был у тебя и представлял наш фестиваль Фольклорный фестиваль мотоциклетный Вот, и мы разговаривали, да Можно сказать, уникальный по формату, да? Уникальный формат, ну, как-то так сложилось, потому что Ну, потому что так сложилось, короче, да, то есть мероприятие, оно В начале сезона проходит, оно в интересном месте проходит Нас принимают в этом месте, это самое главное, да? Нам помогают без помощи провести мероприятие, ну, практически невозможно сейчас Ну, вот перед эфиром мы посмотрели видеоклип Да И само по себе событие поедание, выпивание, сейчас чуть попозже расскажем Оно происходит прямо около старинной, ну, сделанной, восстановленной, может быть, скажешь там пару слов Великолепная по красоте церковь, вообще удивительная, поразительная, высокая, из дерева Да Уникальная совершенно, вот как кижи, да, круче, наверное, да, выше, больше На два купола больше, чем в кижах она получается, эта церковь Я, честно говоря, вот, я был поражен, я не знал, что у нас вот буквально здесь шаговые доступности, ну, относительно, что у нас это есть Александр, самое интересное, что многие не знают Никто не знает Начинаешь разговаривать, начинаешь там, знают там Крым, знают Кавказ, знают там, я не знаю, все, что угодно знают А то, что у нас 5 километров от Вантового моста есть Невский лесопарк, в котором воссоздан храм, который был утрачен в 60-х годах в Вытигре, в Вологодской области Никто не знает, а это действительно памятник, памятник архитектуры, ну, нельзя сказать, что это памятник архитектуры Наверное, это все-таки как новострой, но... А я бы сказал, что это памятник Он отражает культуру русскую, он отражает особенности деревянного зодчества Это огромная церковь Это памятник подвижничеству, ведь кто-то же это сделал Ну, вот, казалось бы, спроси у бизнесмена, мне кажется, выстроить здесь вот 50 потаниных Спроси, может быть, последний, там, 49-й, скажешь, ну, ладно, я там выделю денег Но, в принципе, это же никому не нужно, и тем удивительнее Храм строился за счет средств фонда, который занимался его восстановлением Что там в фонде проходило, это уже там другая, не наша тема, не наши вопросы Главное, что этот храм есть сейчас, он функционирует, и то, что он нас принимает Ну, так я об этом, что честь и хвала тем, кто это сделал, потому что красивейшая вещь Я бы хотел все-таки немножко окунуться в историю Давай Значит, первый раз мы приехали к стенам этого храма в 2014 году Потом мы были там в 15-м, в 16-м, в 17-м, в 18-м, в 19-м В 19-м это уже был такой достаточно серьезный фестиваль Там порядка полутора тысяч человек было, да Ну, это, может быть, не байкеров, да, а и прихожан, и местные приехали посмотреть на мотоциклистов Ну, это было масштабное мероприятие В 20-м году получается так, что пандемия подвела всех, и нам не разрешили проводить этот фестиваль Более того, я скажу, что сейчас, когда мы тоже согласовывали его, значит, за неделю я не был уверен в том, что мы его сможем реализовать Но нам разрешили, мы подписали все документы, и мы его делаем Вот, поэтому фестиваль проходит возле такого вот места, возле церкви, прямо у стен церкви Соответственно, ни о каких классических байкерских фестивалях здесь речи не идет А мы как-то это дело переформатировали, наоборот, в фольклор То есть мы людям показываем, как это было раньше, как это было на рубеже, там, 18-го, 19-го, начало 20-го века Как русский человек жил Мы приглашаем коллективы не те, которые в одинаковых одеждах, да Здесь коллективы, они реконструируют костюм русский национальный Они реконструируют песню, манеры исполнения Эти коллективы ездят в экспедиции, в глубинки, там, ищут бабушек, разговаривают с бабушками Бабушки им там поют, напевают, они это все дело записывают То есть ведется такая достаточно серьезная научная работа Поэтому то, что вот мы предлагаем мотоциклистам посмотреть на вот это, да Это в Питере никто не делает Более того, значит, некоторые вот эти коллективы, которые будут у нас участвовать, да Они воссоздают некие обряды в полной мере, да То есть мы наблюдали картину, когда официальное, то есть мероприятие, да Люди поженились, а потом решили повенчаться Приехали в церковь и заказали вот таких вот специалистов, вот людей, да Фольклорные коллективы, которые именно вот исторически воссоздают все традиции И они устроили свадьбу в настоящем русском стиле 19 века Как выходят, как заходят, как календуют, не знаю, что там они делают Ну, толпа смотрела просто с наслаждением Это наша история, это хотя бы надо посмотреть хотя бы раз, да Не на канале «Культура», да, а вот вживую, как это происходит И мы предлагаем, вот, по крайней мере, вот музыку, песни, да Это вот мы в этом плане единственные Меня это радует вообще Что у вас с погодой? Как вы работаете над этим вообще? Ну, я думаю, там, те, кто ближе к церкви, короче, они, наверное, там уже непосредственно, это самое там Как умеют, короче, да Молебен и все, и тучи расходятся Ну, вообще, по традиции, вот, я не знаю, то ли кто-то проклял, то ли действительно надо пойти свечку поставить Вот как мы любое мероприятие не начинаем, идет дождь Сейчас Ну, погоди, есть же Яндекс Погода Яндекс Погода, можно посмотреть, что там Яндекс Погода Небольшой дождь, небольшой дождь Но нас это не пугает Вот, кстати, мы, когда первый раз переформатировали То есть у нас был сначала это просто мотопробег, да Просто мы чай пить и приезжали А когда мы уже переформатировались в фестиваль И пошел дождь Причем дождь пошел такой достаточно серьезный, он проливной Просто, вот, мы традиционно собираемся на парковке Мегадыбенко, да То нам разрешают там собираться, то нас гоняют оттуда там Ну, мы собираемся А в тот раз, короче, нас отправили в подземную парковку Чтобы мы там собирались, потому что лил дождь Я думаю, провал, короче Ну, фактически был провал, блин Потому что детские коллективы мы не выставили А у вас сцена была без крыши, без кровли, да, или как? Открытая, да? Да, открытая А, ну, тогда, конечно, да А в этом году? В этом году тоже открытая была? В этом году тоже открытая сцена, это самое Ну, закрытая сцена, она стоит денег А фестиваль проводится просто так, без коммерческой составляющей Но это был еще один из подвопросов Насколько вообще сложно с точки зрения технической Это же нужно вам и генератор туда Нет, почему, там же электричество есть Берете, договорились? Да, нет, мы договорились То есть у нас, мы как генеральные учредители фестиваля Мы заключили договор, соглашение там Со всеми заинтересованными лицами Естественно, вот, усадьба Богословки, этнографический парк Он заинтересован в том, чтобы развивать вот этот туристический маршрут Чтобы к ним приезжали люди, да Ну, как они этим воспользуются, это их право, да Мы проводим свое мероприятие В поселке Свердлово есть культурно-досуговый центр, Нива называется Мы с ним тоже взаимодействуем очень серьезно Они нам помогают очень сильно Они нам предоставляют и музыкальный аппарат И, ну, оказывают помощь действительно Вот, поэтому, как пазл Собираешь со всего и получается какой-то такой же Слушай, ну, а самое сложное, наверное, все-таки это вот эта бюрократия, да? Естественно, бюрократия это самое сложное Это чтобы власти, там, района или там кто-то Ну, мы встречались в прошлом году с главой То есть абсолютно лояльно к нам относится Отнес глава И в этом году тоже, в принципе, все нормально А заставляют что-нибудь, там, мусор за собой убрать, там, экология, пожарная? Это мы сразу... Нет, естественно, экология, пожарная, там, медицинское сопровождение Это все мы делаем, да? Мусор мы за собой не оставляем Мы, наоборот, убираем уже то, что было до нас На мусоренном Поэтому здесь вопросов нету Просто прошло уже 8 лет, как мы туда зашли, да? Первый раз провели, один год у нас не считается И власть менялась, и администрации сменялись, да? И в церкви настоятели менялись Там батюшки одни, вторые, короче Но все равно вот это такое место, где нас принимают Где нас понимают И нету никакого стереотипного мышления, да? Я могу приводить пример, там, ну, да, у нас был фестиваль Который мы хотели культивировать Он тоже реально, вот, такого фестиваля не было нигде На западном рубеже Мы его проводили в Ивангороде Прямо в стенах крепости, да? Подожди, так я так думал, что у вас вот этот фестиваль Вот это чаепитие, это основное событие сезона Для сезона, да, ну, мы сейчас решили, короче, что это основное событие в сезоне Мы его позиционируем как основное событие Ну, это не значит, что мы не будем проводить никаких больше это самое У нас есть закрытые мероприятия, там, короки, пати, то же самое Когда мы выезжаем на берег Закрытые все мы не рассказываем, а секретные Почему, почему, почему? Я не скажу, где это, я не скажу, как туда попасть Я просто скажу, что мы приезжаем туда, выставляем музыку, короче Первый раз мы когда приехали, как бахнули, там, не знаю, там, несколько киловаттов звука Там с эти самые, с соседних деревень, с эти дачники, там, на квадроциклах Мужики с ружьями приехали, с собаками, с женами, что тут происходит Потом через буквально 15 минут жены уже мужей от нас оттащить не могли, короче И мужья, там, с нами продолжали тусоваться Ну вот, а потом уже в следующие годы, там, эти парни приезжают, там, сразу же, там, знаем, что мы приехали Всегда знакомимся, всегда здороваемся, всегда, там, отличная атмосфера и всегда приветствуют Ну, вернемся к чаепитию Да, чаепитию Чай Еда Чай, еда Значит, фестиваль некоммерческий Но все равно бесплатно все Или платный у вас вход? Нет Некоммерческий, бесплатный вход Ради бога, все приезжайте, все, кто хочет, мы ни копейки не берем Ты просто так сказал, некоммерческий Нет, там никакой торговли Нет, там есть, да, там, лавка церковная, она ведет торговлю, там, кафешка какая-то есть Но мы приглашаем людей на чаепитие, и основной посыл, вот этого праздника, самого мероприятия, чаепитие, накрыть народный стол То есть мы предлагаем людям, которые к нам приходят на фестиваль, принести просто с собой, там, какое-то угощение Бублики Бублики, печенье Ну, если есть, там, уникальные люди, которые, там, торты сами пекут, там, блины сами делают То не откажемся Естественно, ну, вы понимаете, это, идея-то, она, чтобы объединить... Ты приходишь с собой, приносишь что-то покушать сладкое к чаю Ты угощаешь это своих друзей, друзья угощают тебя И вот этот вот круговорот пряничков, короче, это все на столах лежит Это... Слушайте, ну вы молодцы, вот какой-то... Я знаю, что вы молодцы Не агрессивно как-то, вот нет такого, как у волков, там, знамя победы, привет, тоже все это уважаю Но они вот какие-то такие, ну, что ли, такие патриотические У вас как-то так полупомерче... Ну, я сейчас живу, у меня там ленточка есть Кстати, ленточка была получена, в начале разговор начался, да, там, за путешествие, там, как мы поехали Ленточку я получил на входе в главный храм вооруженных сил То есть мы поехали, там, себя патриотизмом на это самое накачивать, да Ну, это в кавычках, конечно, да То есть идея была прокатиться вот на майские праздники Кстати, мы к волкам собирались на открытие сезона поехать Просто полюбопытствовать, как... У них хорошо было тут... Или это в Москву? В Москву, именно в Москву То, что они делают, мы были там, это самое Мы знаем, что хорошо, да, это самое Но как делается в Москве, мы не знаем, потому что мы у себя всегда открываем Даты совпадают, а мы тут решили поехать туда Но они им не разрешили проведение, они перенесли это все дело И, соответственно, наша поездка не состоялась Но мы-то уже заряжены, поэтому раз на майские, на 1 мая, на 3-е мы не попадаем Я предложил съездить ребятам на 9-е И 9-го мы выехали, мы прокатились в РЖФ Посетили этот мемориал Ну, такой, действительно, масштабный проект реализован И благоустроен Ну, впечатляет Впечатляет, да Но все-таки Мамаева кургана, он... Да Мамаева кургана, он не дотягивает по своей вот этой тяжести, короче Ну, я думаю, тут не в соревнования же дело Да, ну, в любом случае, я хочу сказать, что это место уже наезженное И каждый байкер, кто выезжает далеко, он все равно туда приедет Он посмотрит, потому что, ну как так, мы были, они были, а я не был Естественно, это какой-то туристический маршрут Ну, а потом мы поехали в парк Патриот, который в Кубинке Огромнейшая территория, более 50 тысяч гектаров То есть... Чего-то вы уже много успели-то уже Когда вы успели-то? Вот сейчас вот это самое Мы заехали в Ржев, и Ржев, и мы поехали в Кубин Слушай, ну у нас это третий теплый день всего в России А они... Шесть градусов и ливень просто, это самое Шесть градусов и ливень, блин Дубак неимоверный, блин Дождевик отработал хорошо, это самое Но ботинки, ботинки были мокрые насквозь, просто-напросто, блин Я ехал в лужи, блин, тут ноги были в лужи Ну вот, приехали, потом еще мысль была поехать Это красную площадь-то, Васильевский спуск, сфотографироваться, короче Плюнули, не поехали Поехали домой, там нас встретил наш Сашка Борода, кстати Ты знаешь, он с рюмкой коньяка И только это вас и спасло Да, нас это спасло, мы планировали... А много вас, кстати, было в этом путешествии? Мне сложно говорить, сколько нам было О, хорошо У нас было два человека просто Ну, ничего страшного Нет, ну какая-то президент поехал, блин, вообще-то уже клуб поехал Клуб поехал, согласен Виталий Петренко, президент МСС клуба, да? Правильно я говорю? Дым, труба, огонь, вода Здесь у нас в эфирной студии Мы приглашаем всех послезавтра прибыть Теперь давай конкретику Во сколько? Давай конкретику Главное Ну, мы собираемся традиционно уже на парковке Мегадыбенко Мы говорили об этом, да? Во сколько? К 11 часам можно подъезжать Ну вот я вот живу в Северных рынках Я не знаю, где эта Мегадыбенко Я помню, что я там сто раз был Но вот прямо как-то так вот сходу ответить, как проехать Черт его знает Сейчас у всех навигаторы есть, по крайней мере Ну как там ехать? По кольцу ешь, направо поверни Там 300 метров проедь, направо поверни Светофор, короче, там 100 метров Мы живем уже вот все Ну ладно Уже в этом мире, короче, виртуальном Поэтому я думаю, там парковка, она одна Не называет адрес Все найдут В Кудрово, деревня Кудрово, в Кудрово, в Мегадыбенко Ну как, у нас две Меги У нас есть Мегапарнас и Мегадыбенко Об этом я так понимаю, что... Слушай, ты кажется прав, точно У нас же всего их две Две Все правильно, да Да Если мы собирались у Пятерочки где-нибудь в Купчино Да, это самое Там этих Пятерочек было сотни А это Мегадыбенко А она одна в Питере Я думаю, что все об этом знают Две Мегадыбенко одна Дыбенко одна, да Хорошо, с адресом разобрались Да, с адресом разобрались В Мегадыбенко мы собираемся к 11 часам И прибываем туда Пока формируется колонна Я думаю, где-то часов в 12 мы выйдем Выйдем У нас будет... Нас будет сопровождать отсечь кому-то солидарность Там Дима Штурм пообещал там выделить людей Вот Ну в принципе у нас там свои парни будут Помогут безопасно выехать с парковки А вы без полиции поедете, да? Не будет сопровождения? Или аккуратненько сами? Я вчера открыл сайт Я вчера, короче, начал писать заявку на полицию Я понимаю, что... Ну, мы поняли, что нам дали разрешение проводить фестиваль Во вторник Естественно, пока туда-сюда За три дня я не смогу это самое там Ну, мы местную попросим Может быть дадут Может не дадут, да, это самое Ну, обычно мы как... Обычно там экипаж стоит Мы просим Ребята, помогите, короче Они нам не отказывают Помогают это самое Тем более, если они видят, что там собираются Это ты имеешь в виду прямо на выезде с самой парковки Дыбенко, да? Они там как? Помогут? Нет, они где-то там на Мурманке стоят, короче То есть на повороте Могут стоять, могут не стоять Да какая разница? Слушай, ну а тут же недалеко, по-моему, до съезда Там недалеко Мы выезжаем Один светофор проехали Я думаю, что мы быстренько проедем Вот, несмотря на то, что там людей может быть много, очень много Вот, ну мы выйдем Безопасность это на проезда на наших плечах На плечах организаторов Мы сделаем все, чтобы люди могли выехать безопасно Короче говоря, к 11 К 11 Ну, плюс-минус, там какой-то небольшой, да? Не позднее 12 Да, в 12 уже все В 12 уже все, уже надо будет догонять, короче, разворачиваться Еще важный момент Ничего не есть с утра Ну нет, почему? Пускай едят, пускай едят Больше другим достанется Вот, да Ну, от Меги, получается, место проведения фестиваля, мероприятия нашего То есть, ну, где-то примерно километров 7, да? Ну, 7 километров неинтересно ехать Мы едем таким кружочком, короче Мы выйдем на Мурманское шоссе Доедем до Разметелевской развязки Повернем направо в Мяголово Через Мяголовский карьер Есть там одно место, которое мы не сможем, ну, мы не можем повлиять на проезд этого места Там есть железнодорожный переезд И в 50 случаях, блин, он рвет колонну, короче Поэтому... Ну, вам же все время везет, то дождик, то электровозный Ну, вот в 50 случаях он рвет колонну, блин Ну, мы знаем, что он рвет его, поэтому мы проезжаем, у нас сообщают Если что, останавливаемся, ждем, да? Отсечка, да, мы останавливаемся, ждем основную колонну Ну, там, пока последний не проедет, мы все ждем И едем дальше в поселок имени Свердлова Проезжаем через поселок В Невский лесопарк И сворачиваем направо, как раз на парковку Вот туда, к храму Покровской церкви, получается, деревянной И примерно, что показывает практика? Через сколько вы, вот в 12 отъехали от Дебенки? И сколько? Часа 2-3? Да, ну, какое? Часа 2-3 То есть мы, там, небольшое расстояние, там, 30 километров Но за счет того, что скорость движения, она маленькая Там, дачники едут, мы, то есть, полосу одну занимаем Опять же, переезд может там быть какой-то Проблема с ним, чтобы проехать Ну, я думаю, мы за час, так вот, тихим сапом мы там доезжаем То есть голова доедет, как обычно, там, голова раньше уезжает Хост позже приезжает Мы можем, там, 15 минут ждать, пока с хвоста люди последние приедут Потому что колонна может растянуться И это не вина головы колонны Организаторов Организаторов Ну, так мы ездим Мы не можем людей заставить ехать, как может ехать клуб Чтобы это было все компактненько, сжато на большой скорости Люди все равно осторожничают, они немножко растягивают То есть колонна из 100 мотоциклов Если держать дистанцию, там, 20 метров Она будет растягиваться, там, на 2 километра 2 километра проехать, это, блин, ну, 2 минуты ты стоишь, ждешь Ну, а то и 4 минуты стоишь, ждешь, блин, пока там первый проедет и последний проедет Вот Мы приезжаем туда, паркуемся Вот по поводу парковки, где там, что, как Ну, нам выделяют парковку В этом году будет выделена часть парковки, потому что они расширили парковку, я так понимаю И, то есть, на той площади, которую мы раньше занимали, мы ее и займем Ну, если пойдет дождь и участников, 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 участников мотопробега будет небольшое количество Мы зайдем с другой стороны парковки и припаркуемся на дороге, вокруг церкви, которая идет Короче говоря, есть где встать Есть где встать, есть где встать Безопасно встать, там, никто не уедет Мы будем ходить, смотреть, чтобы праздно-шатающиеся не лазили к мотоциклам У нас там люди назначенные будут стоять, чтобы охраняли мотоцикл Ну, по опыту, ничего такого криминального не происходит Потому что Если кто с дитями приедет, там, не знаю, туалет, там, руки помыть Там все есть, там благоустроена территория полностью Там и туалет есть, там, и руки помыть есть где То есть, абсолютно К нам многие едут и на машинах тоже смотрят анонсы наши Они приезжают на машинах, потому что, ну, мероприятие интересное, людям интересно Ну, нет у тебя мотоцикла, а посмотреть хочется Ну, хочется, ради бога Не возбраняется совершенно, да Вопрос, как ты будешь парковаться на машине, там, это уже другой вопрос Ну, я думаю, что проблем с этим не возникнет Что там еще можно будет увидеть, помимо фолк-концерта? Ну, там музей Какая-то экскурсия там происходить? Для мотоциклистов делают экскурсии Может быть, там не такие подробные, там, а какие-то более обзорные Ну, по крайней мере, профессиональные экскурсоводы, гиды, они могут рассказать Ну, музей религиозный? Нет, абсолютно это самое Он, да, ну, естественно, там, потому что до революции люди жили И церковь, она была неотъемлемой частью государства Поэтому и весь быт, все было сопряжено с церковью Все было связано, переплетено У нас же не было праздников, там, ни Дня Конституции, там, ни Дня Победы При царе-батюшке, ты имеешь в виду? Ну, соответственно, люди там День Столевара Да, 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 люди праздновали праздник церковный Вот Ну, я понимаю, что у нас сейчас прошла Пасха 2-го числа, да А Пасха проходит, и в течение 40 дней, по-моему, там, да Там еще люди отмечают эту Пасху То есть, соответственно, уклон в отмечании Пасхи, он будет немножко Ну, будет этот уклон, да И это не зависит от нас, как от организаторов Это все-таки фольклорные коллективы, которые представляют свою работу И они считают, что это должно быть так А в саму церкву зайти? Да, ради Бога, конечно Это действующая церковь, туда можно зайти, туда можно свечку поставить Туда можно помолиться Слушай, а сколько она метров-то? Огромная какая, господи Она большая, ну, ее нужно просто-напросто посмотреть, ее нужно увидеть И человек, который, придя, один раз попав в этот парк, он все равно потом вернется туда Он привезет семью, покажет, он привезет детей У нас там, конечно, впечатляющее такое сооружение Здесь речь идет не о отправлении каких-то там религиозных потребностей человека Здесь мы, как светские люди, просто смотрим на архитектуру церкви Смотрим на... Еще раз мы, да, напомним, что она же деревянная Она деревянная, да, она деревянная То есть там все деревянное Можно сказать, что там курить нельзя Вот так вот это самое Да, это все, там оно все действующее Все можно посмотреть, потрогать Там есть музей Ну, сейчас музейный отдел, он немножечко там активизировался И у них есть там масса программ для детей Они как платные, как и бесплатные есть То есть там есть вот поле для размышления Да, то есть вот если хотите окунуться в то время Значит, надо ехать туда и там смотреть, как это все происходит Ну, там интересно, да До какого часа все это будет длиться? Слушайте, мы не ставим рекорды по времени Я думаю, в 4 часа Сели за стол в 2 часа, съели за полчаса, все и разошлись Ну, не так же, наверное Примерно, ну, мы рассчитываем, что вся программа у нас будет В районе там 5 часов Это с момента сбора мотоциклистов И до момента уже выступления окончательного, последнего коллектива То есть закончили В принципе, мы не преследуем цели, чтобы это все было нон-стоп, короче И это самое Ну, не на ночь глядешь Нет, естественно То есть люди приехали, увидели, посмотрели Получили заряд И этого достаточно У нас не классический байкерский фестиваль То есть не такой, не на целый день и не ночное Не на целый день, не ночное, да Потому что мы там алкоголь не употребляем Хотите потреблять, пожалуйста После этого самого Потребляйте кто где хочет Может быть, мы сами будем употреблять Я же не знаю Этого не может быть Приедем в Клабхаз Неужели у вас такое бывает? У нас такое бывает У нас такое и не такое бывает, короче Это все за рамками эфира Да, да, да Ну что, давай теперь вспомним, что мы забыли Да, что мы забыли Ничего не забыли Да, в принципе В принципе, главное не забыть привезти с собой печенюшки Хорошее настроение Не спрашивать у организаторов А где здесь ближайшая заправка То есть приехать с заполненными, с полными баками Да, это самое И получить огромное удовольствие от общения с мотоциклистами Ну, прежде всего, опять же Вот это вот все организовано для того, чтобы люди познакомились Люди сплотились А все остальное Церковь, фольклорный фестиваль Это уже некая оболочка Некий такой вот антураж Именно для того, чтобы людям проще было общаться 15-го числа, послезавтра В 11 часов, начиная с 11 часов Мотоклуб «Дым», «Труба», «Огонь», «Вода» ждет вас на заправке «Мегадыбенко» На парковке На парковке, да На парковке Вот видишь Да Значит, через час от 11, то бишь в 12 Ну, мы можем Потихонечку, ну, плюс-минус небольшой Ну, вот примерно ориентируемся Как соберемся, так поедем Да, в 12 условно, значит, тронулись, поехали по маршруту определенному Ну, если вы никогда не ездили именно по этому маршруту И нечего там об этом расстраиваться Встали за кем-то, кто ездил, да То есть, и прямо рядочком поехали И таким кривеньким маршрутиком Приезжаете к месту Я еще хотел бы добавить Что, в принципе, кто не хочет ехать кривеньким маршрутом Он, в принципе, может приехать и прямым маршрутом Потому что И без колонны самостоятельно И без колонны самостоятельно Я думаю, там с часу, с прибытием колонны Откроют парковку Человек может просто там Либо группа людей Они просто заедут туда Вместе с колонной Тогда давай еще раз точный адрес церкви этой Усадьба Богословка Невский лесопарк Если так набрать в Яндексе, покажет? Покажет, покажет Ну, все тогда, да Это дорога в сторону поселка Свердлово Там, я думаю, все об этом знают Ну, тем более, вы заходите в группу к нам Кому интересно Там мы постоянно репостим с мероприятия С группы мероприятия И там можно увидеть более подробную информацию Как доехать, что привезти Кто будет выступать, опять же Мы могли бы привезти сюда и какой-нибудь коллектив И они бы тут что-то исполнили Но формат радиостанции не позволяет Да, уж прости Все-таки у нас такое Поэтому я сегодня один Без девочки, которая нам помогает Ну, что, тогда, собственно, все Спасибо большое, Виталий И удачи вашему клубу И событию И дай бог, чтобы дождик не пошел Дай бог, не зря говорим Там Боженька близко от вас будет В этой церкви Попросим Да И будем надеяться, что все пройдет успешно Удачно Народ прибудет, сплотится Все съест И спасибо вам Он получит массу удовольствия И проведет с пользой выходные Да И будем надеяться Ну да Что нам остается Будем надеяться на лучшее Спасибо большое И Александр Я надеюсь вас С Александрой увидеть Ваш мини-купер Короче Машинка припаркуется В крайнем случае Мы запустим вас на парковку Мотоциклов Это надо видеть Мы тогда Прошлый раз сидели Разговаривали Тут Олег Капкаев Уже за эфиром Говорил, что надо съездить Надо съездить Интересно 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 безусловно Еще раз Отмечу Что я был приятно удивлен Я не знал Что есть такие красивые Сооружения У нас здесь В шаговой доступности Это конечно удивительно Все Виталий Счастливо Удачи И все Все послезавтра Собираемся Всем счастливо Пока Спасибо Пока